друзья мои всем привет вы любите грузинскую кухню я например обожаю просто безумно и сегодня я вам покажу самая настоящая грузинская сациви из курицы поэтому не переключайтесь и смотрите все до конца я вам все покажу расскажу и детально покажу и первое что мы сделаем для сациви это отправим курица бедро с костью со шкурой варится большое количество воды мы применим бульон и курицу на 5 куриных бедер берем два с половиной литра воды ставим на огонь добавим в бульон стандартный набор продуктов это лавровый лист горошек лук и морковь бульон если мы хотим чтобы он был прозрачным и очень вкусным снимаем шум это обычно делают так сгоняя все в одну сторону и одним махом собираем весь этот шум соответственно огонь ставим минимальным чтобы бульон у нас томился и набирался вкусов и ароматов тем временем возьмем 200 грамм орехов грецких и примолим через мясорубку пропустим целый пучок кинзы и чеснок буквально три больших зубчика я перекидываю сразу в большую емкость потому что это надо хорошенечко вымешать добавляем и меретинский шафран добавляем красный молотый перец чили и соль хорошенечко это начинаем вымешивать до образования масел таким образом грецкий орех отдаст своего масла и цвет посмотрите какой насыщенный цвет ореховое масло посмотрите сколько и так собираю все в одной стороне чтобы слить вот это все масло смотрите 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 сколько и и это правду мы делаем все вручную хорошенечко отжимаем масло нам понадобится отдельно потрясающе посмотрите сколько этого масла даже на этом этапе очень все вкусно масочка отдельно сливаем через сито она нам пригодится но чуть-чуть попозже теперь возьмем одну целую луковицу нарежем мелким кубиком и будем ее томить лук мы отправляем в сотейник но не жарится а томится а точнее варится мы будем добавлять бульона и медленно томить на медленном огне в лук мы добавляем бульон потому что он должен томиться а не карамелизироваться лук мы томим на медленном огне возьмем еще 100 грамм грецкого ореха возьмем бульон наш который мы варили добавляем нашу ореховую пасту которую мы делали с чесноком с кинзой со специями теперь мы это все блендер нем для того чтобы наш соус был воздушным бульона нужно много потому что соус у нас постоит и будет еще загустевать добавляем еще томился примерно минут 10 отправляем нашу массу которому перебивали бульона в общем понадобилось два стакана 400 грамм добавляем в лук еще буквально 100 грамм бульона я говорю бульона много не бывает и перебиваем пробуем на вкус не хватает шафрана чуть-чуть остроты значит перца чили дадим дадим немного паприки сладкой еще немножко соли дадим и дальше попробуем добавим уцхо сунели все это блендернем еще один раз она друзья мы теперь пришло время достать нашу курицу которая готова я знаю что для оригинального рецепта используют целая курица я принципиально ее не использую по одной простой причине я на самом деле не очень люблю куриное филе когда она варится такой длительной тепловой обработки она становится достаточно сухим и кушать даже с таким восхитительным ореховым соусом невозможно все равно это будет сухо поэтому мы сейчас бедрышки они будут сочные поставим в духовочку они разогреются прямо золотистую корочку и будет потрясающе курицу бычий способен а перчим добавим немного красного молотого перца добавим соль то же самое проделаю с другой стороны запекаем шкуркой кверху если кого смущает кость можете и сразу достать гостинка сделал масло никакого не даем сразу ставим в разогретую духовку на температуру 210 градусов будем запекать до золотистой корочки все они больше не меньше золотистая корочка сразу подаем друзья мои золотая корочка у нас уже получилось достаем теперь готовую нашу курочку отправляем тарелочку где будем уже кушать готовый соус отправляем нашу курицу и помните ореховое масло которое мы выжали из наших орехов посмотрите против ну что пора попробовать самую сочную курицу с циви я набираю курица и соуса побольше друзья это на самом деле очень вкусная курица и невозможно с чем-то сравнить с какой-то либо другой она вот своя знаете такая оригинально неповторимая и очень вкусно поэтому очень рекомендую попробовать вкуснейшую курицу пальчики оближешь так что я рекомендую вам приготовить вы не пожалеете а я вам желаю счастья добра любви до скорых встреч всем пока